Привет! Это инспектор ЗОЖ в Петербурге. И сегодня мы попробуем найти на Васильевском острове нормальную баскетбольную площадку. Для начала нам нужен мяч. Мы будем ездить по Васильевскому острову и тестировать баскетбольные площадки. Первый двор на четвертой линии Васильевского острова. Ах да, забыли накачать мяч. Аппаратура есть. Нужно достать специальную иголку для мячей. Кстати, вопрос Вам. Почему эту иголку, ее кончик, нужно обязательно мочить? Ну, например, слюной. Перед тем, как накачивать мяч. Вопрос. Сложная задача это найти. О, да, идет процесс, идет. Я не знаю, до какого состояния нужно надувать, но, по-моему, главное, чтобы он не взорвался. Ой, все, 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 стоп. У меня есть еще ручной насос, но он, похоже, сегодня не пригодится. Так, и все, можно идти. На сайте спорткомитета указано, что на Васильевском острове есть 43 уличные баскетбольные площадки. Мы посетим несколько из них случайным совершенно образом. Ничего про эти площадки не знаем. И вот первое. Четвертая линия, дом 19. Внутридворовая территория. Мы пришли сюда поиграть в баскетбол. И... Есть футбольные ворота, футбольное поле. На нем можно играть в мяч, в футбол. Но что здесь делает эта шаткая конструкция? Небезопасная абсолютно. Тяжеленная. Я не понимаю. И штырь. Железный штырь. Вот там. Красная такая же конструкция. Кольца нет. Либо это надо полностью убрать, либо привести в нормальный вид. Первая площадка непригодна для баскетбола. Пятнадцатая линия, 18-20. Мы на прекрасном футбольном поле. На самом деле, это одно из лучших полей, коробок, которые я видел вообще в городе. Классная трава, замечательная. Хоть и искусственная, но очень мягкая, как настоящая. Разметка свежая, четкая. Ворота с сеткой. Все отлично, великолепно. Можно играть в футбол. Но здесь должен быть еще и баскетбол. Похоже на этой площадке настолько хорошо, тепло и мягко, что здесь даже люди спят. Оставляют свои вещи. Прибывают. И проводят время. А вот и баскетбол. Я не знаю, стоит ли это комментировать. По сравнению с футбольной площадкой, это, конечно, не площадка вообще. Здесь можно вот так вот выйти, побросать мяч в очень узком пространстве. Кольцо низкое. Кольцо низкое, как видите, я со своим не самым баскетбольным ростом могу достать до этого кольца легко. Щит маленький. Итак, баскетбол на 15-й линии 18-20 вы увидели. Он выглядит вот так. Выводы делайте сами. 17-я линия, дом 18. Мяч в кольце, но кольцо пошатнулось. Мы видим. Кольцо шатается, мяч отскочил в ямку. Сетка практически отсутствует. И оба крепления, они есть, но кольцо к ним не прикреплено. Давайте посмотрим, что у нас со вторым кольцом. На площадке есть разметка, она скорее условная. Это стритбол, да? По сути, это стритбол. Кольцо тоже пошатывается, но вообще оно достаточно адекватное. Три из трех. И настало время, поскольку эта площадка, хотя бы на которой можно поиграть, побросать, нужно измерить кольцо рулеткой на соответствие. Кольцо должно быть на высоте 3 метра, 5 сантиметров. Кольцо где-то на 5-7 сантиметров. Кольцо на 10. Кольцо на 10 сантиметров ниже. Не знаю, допустима это погрешность или нет, но кольцо на 10 сантиметров ниже. 23-я линия, 28. Площадка за горным университетом. Здесь даже есть люди. В инспекторе ЗОЖ мы проверяем спортивно-физкультурные объекты по пяти параметрам. Доступность, комфорт, оснащенность, вовлеченность людей и общее впечатление. Мы пришли на четвертую баскетбольную площадку. Впервые встретили людей. Поэтому, я думаю, мы уже можем выставить оценку за вовлеченность. И эта оценка будет 2. Что у нас с этим баскетбольным кольцом? Щит на первый взгляд нормальный. Да, и по геометрии все в порядке. 0,5. Нет, так вот. Соответствие. Полное соответствие. Правильная высота. Хороший щит. Крепкое кольцо. Единственный минус нет в сетке. Но на том кольце сетка есть. Разметка. Ее слабо видно, но вообще разметка есть. Здесь действительно можно играть. Что доказывает присутствие здесь живых людей. Малый проспект 64. Кажется, это отличная баскетбольная площадка. Подростковая. Но здесь огромный забор. И войти на эту площадку мы не можем. Потому что висит замок. Вот такой вот замок. Соответственно, на площадку мы не попадем. Давайте узнавать, как все-таки на нее попасть. А вы не знаете, как на эту площадку попасть? Там через ресепшн ключ, по-моему. Ага. А это куда звонить надо? Это куда? Куда надо звонить? За угол. За угол туда. Ага, спасибо. Ресепшн. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, вот на той площадке, которая закрытая там, там вообще можно в баскетбол поиграть? А почему? Вы житель? Не, не житель дома. Но она же общедоступная, по идее. Только для жителей дома. Понял? За нами гонится трактор. На ресепшне нас на площадку не пустили. Сказали, что она предназначена только для жителей этого дома. А если ты не житель этого дома, отправляйся, пожалуйста, играть в другое место. Это первая недоступная площадка, единственная, которую мы увидели в нашем выпуске. Поэтому за общую доступность баскетбольных площадок на Васильевском острове мы ставим 4 балла. Гаванская, 53-54, ФОК, школы номер 19. Площадка первая на нашем пути с асфальтовым покрытием. Это не очень безопасно для детей. Что тут с кольцом? Кажется, что оно на нормальной высоте. Кольцо крепкое. Крепкое. Только вот минус, что нет сетки. Играть можно. Что насчет комфорта тех площадок, на которых мы побывали? А какой комфорт может быть вообще на уличных площадках? Есть улица, понятно, что все зависит от погоды. Главное правильно одеться. Комфорт все-таки предполагает наличие, может быть, трибун, каких-то скамеек, лавочек для отдыха, крытых тентов, чтобы спрятаться от дождя. В конце концов, туалет не помешал бы. Но этого ничего нет. В тех местах, в которых мы побивали, этого ничего нет. Но, опять же, повторюсь, это улица. Это улица, а к улице спрос соответствующий. Поэтому за комфорт поставим 4 балла. Асфальт в некоторых местах неровный. Так. Стандарт, мировой стандарт высоты. 3 метра 5 сантиметров. По высоте это самое идеальное кольцо из тех, что мы видели. Раз разметки нет, мы поправим эту ситуацию. Вы думаете, я буду рисовать разметку? Я напишу послание директору школы или руководителем муниципалитета. Сделайте, наконец, уже разметку, чтобы дети могли нормально играть в баскетбол. И злой инспектор. Пожалуйста, сделайте разметку. Сделайте ее. Я требую. Финальная баскетбольная площадка. На личной улице, дом 36. Проинспектируем площадку. И сразу скажем про оснащенность всех объектов, на которых мы сегодня находились. Щиты с переменным успехом. То нормальные, стандартные, то не очень. Кольца есть закрепленные, есть болтающиеся. Все почти без сетки. Некоторые с нормальной высотой, со стандартной. На каких-то площадках есть разметка, на каких-то площадках нет. Где-то покрытие вот такое. Это, кстати, хорошее покрытие. Резиновая крошка. Это хорошее покрытие для игры в баскетбол. Сегодня у нас оснащенность 3 балла. Да, это не монтаж. Символично, что именно в конце выпуска мы нашли лучшую баскетбольную площадку. Идеальный вообще щит. Это вот самое то вообще. Геометрически верно. Я думаю, Тим Данкан был бы доволен. Видите, как все залетает четко. Кольцо я уже примерился. Могу так оценить без рулетки на нужной высоте. Единственный минус – сетки нет. Покрытие. Даже цвет. Цвет баскетбольный. Самое то. Я не вижу здесь изъянов у покрытия. Давайте посмотрим. Разметка четкая. Все видно. Правильно. Я буду приходить сюда, бросать мяч, играть в баскетбол. И вам тоже советую. Проинспектировав 7 площадок из 23, мы все-таки нашли подходящую для баскетбола. Общее впечатление – 3 балла. Играть в баскетбол на Васильевском острове можно, но с определенными трудностями. Муниципалитетам есть над чем работать. Итоговая оценка – 16 из 25. А теперь футбол.